Десна ТВ На разных участках она составила разный процесс. Оперативная информация об эпидемиологической ситуации в Десногорске. Если будет повторная вторая волна, вернее, заболеваемость, то, скорее всего, это будет в холодное время года. Думаю, что в конце осень, ближе к зиме. Слушание по проекту стратегии социально-экономического развития Десногорска. Предложений и замечаний по проекту стратегии социально-экономического развития в отдел экономики не поступало. 1 июля в 8 часов вечера завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В Десногорске с 25 июня по 1 июля участие в голосовании приняло 13 729 человек. В течение всех дней голосования явка на участках была от 48 до 68%. Отдельно можно выделить избирательный участок номер 812. Это временный участок, расположенный на Смоленской АЭС. Там проголосовало 99,59% избирателей. Явка жителей Десногорска, или как мы говорим, избирателей города Десногорска была высокой в течение всех дней голосования. На разных участках она составила разный процент, но в целом Десногорцы действительно были заинтересованы. И вот эта активность доказывает, что действительно жители нашего города, они активно участвуют в жизни страны, в жизни нашего города, ну и субъекты, конечно, Российской Федерации в целом. Известны и итоги голосования в Десногорске. На вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» утвердительно ответили 68,13% горожан. Отрицательно высказались 30,97%. Официальные итоги по России 77,92% за 21,27% высказались отрицательно. Тем самым россияне приняли поправки в главный документ страны. Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 2 июля 2020 года, по официальной информации Роспотребнадзора Смоленской области, в городе Десногорске зарегистрировано 136 случаев положительных COVID-19. По Смоленской области на сегодняшний день с нарастающим итогом, эта цифра 4659, прирост составил плюс 40 случаев. В следующей неделе возобновляет работу родильное отделение на базе отделения профпатологии. Завтра будут проведены лабораторные исследования, отделение обработано и персонал приступит к своей работе. Задают вопрос по поводу второй волны заболеваемости. Предполагать достоверностью очень сложно, но если и будет повторная вторая волна, вернее, заболеваемости, то, скорее всего, это будет в холодное время года. Думаю, что в конце осени, ближе к зиме. Параллельно с эпидемией ОРЗ и гриппа, сезонного подъема заболеваемости. Надо сказать, что мы готовимся к этому развитию событий. И должен еще раз сказать благодарность в адрес Смоленской атомной станции и Росатома, которые выделили финансирование для строительства и оборудования лаборатории ПЦР, у нас в городе Десногорске. Сейчас ускоренными темпами идет ремонт и будет закуплено оборудование. Я думаю, что где-то в середине сентября лаборатория ПЦР будет работать на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Это один из шагов подготовки к вероятности второй волны заболеваемости. Кроме того, опыт работы, а мы работаем уже 4 месяца с этой инфекцией, я думаю, позволит нам в случае возникновения новых случаев заболевания осенью, более успешно и радикально с этой инфекцией бороться. В заключении хотелось бы отметить высокий уровень профилактической работы, который был продемонстрирован на избирательных участках 1 июля, и призвать жителей города по-прежнему соблюдать все правила личной гигиены, социальную дистанцию, ношение масок и не расслабляться, ждать, когда эпидемия окончательно отступит. Благодарю за внимание. Будьте здоровы. Стратегия социально-экономического развития Десногорска дает понимание о планах Атомграда до 2030 года. Документ стал итогом заседания рабочих групп по разработке стратегии и находится на сайте администрации Десногорска. Свои предложения могли внести и горожане. На это был отведен месяц. За период с 21 мая 2020 года по 19 июня 2020 года предложений и замечаний по проекту стратегии социально-экономического развития в отдел экономики не поступало. Предложения не поступили и на публичных слушаниях документа 29 июня в здании администрации. Немногочисленных присутствующих интересовала расходная часть, откуда администрация планирует брать деньги на реализацию планов. Но документ, тем более в такой долгосрочной перспективе, не предусматривает разработку какой бы то ни было смертной документации. Финансирование проектов будет в том числе благодаря федеральному, областному и муниципальному бюджету, пояснила замглавы Десногорска Юлия Галякова. Проект стратегии развития был принят большинством голосов. В конце выпуска о погоде. 3 июля в Десногорске переменная облачность, сильный дождь. Температура днем плюс 23, ночью плюс 18. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok